Привет дорогие друзья! Давненько у нас не было больших марафонистых видео Этот видеоролик я специально создал для тех, кто действительно хочет весело и забавно провести большое количество времени Этот ролик ты можешь оставить просто где-нибудь на фоне и заниматься своими делами К примеру, там помогать маме, либо разбирать велик, либо просто может быть отдыхать на диване Спасаться как-то от жары Ну в общем, возможно кушать или что-то еще Большой ролик, который у меня собрал Много интересных видео, забавных, на веселые темы, без хорроров и с других штучек Поэтому обязательно поставь лайк, подпишись и досмотри до конца Спасибо большое Ну и конечно же ищи в этом ролике кодовые слова Собери все и напиши их в комментарии Ну а тебе, дружище, я желаю приятного просмотра Ну и перед этим небольшая рекламка Если ты любишь личи, обязательно, обязательно досмотри ее Мне это очень важно Короче, я понял самый важный факт, чтобы выиграть в любой гонке Нужно кое-что сделать в сервисном центре обслуживания тачек Если это не сделать, вероятность выиграть будет крайне намного меньше Поэтому досмотри ролик до конца и обязательно поставь лайк Я уверен, что тебе будет не сложно, а мне будет очень сильно приятно Всем привет, дорогие друзья С вами Личи и это новый видос по симулятору автомобиля 2 И годный лайфхак для того, чтобы выиграть в любой гонке Особенно в оффроуде Короче, сначала небольшая рекламка Досмотри ее, пожалуйста, дружище Мне это очень важно И поддержи просто канал На самом деле вы не представляете, насколько это сильно важно для меня Поэтому я понимаю Просто посмотрите И будет дальше очень круто видос И чтобы выиграть в любой гонке Нужно просто единственное, что сделать Прокачать Единственные все детали Но даже, ребята, я это могу все на сток поставить Но кто-то скажет Личи, да надо просто тачку прокачать Нет, ребята, все проще Просто делаем тормоза на максимум Я сейчас уберу все с автомобиля Все я сниму с него Он будет полностью стоковым Мы просто оставляем трансмиссию на максимум Т6 и тормоза на максимум Остальное нам не потребуется В оффроуде не нужна скорость и различные вещи Мало кто это понимает Мало кто это знает Вы не на скоростной трассе Где вы должны в скоростном режиме Обгонять своих соперников Там нужно думать Не только педаль сжать Газ и тормоз А еще и думать Продумывать, что и как нужно сделать Теперь все проще Теперь мы тачечку-то прокачали Она теперь у нас намного стала лучше Да, мы ее понерфили То есть мы ее пофиксили Сделали небольшой даунгрейд То есть тачка стала Ну, с точки зрения прокачки Медленней Но нам же это на руку Дорогие друзья Просто многие это не понимают И если еще симулятор автомобиля 2 Перестанет лагать То вообще будет топово Кстати, пока едем до оффроуда Хочу сказать, что очень странно Большое затишься у разработчиков Они уже 2 недели Ничего не отправляют Ни в группы Ни во ВКонтакте Ни в Ютубе Нигде Они не активничают Такое чувство, что это затишье Перед бурей Что нас уже ждет обновление Скоро Что вы думаете? Пишите об этом в комментарии Мне это важно будет Почитать, кстати Вот так вот Пишите в комментариях Что вы там увидели Кстати На айфоне обновление вышло Теперь можно будет на айфоне Скачать с кайфом Обнову И так сказать Чисто покрасоваться На обновке Все четенько Залетели Поиграли Обновку оцениваете Теперь все будут кайфовать Кайфовать И четко все делать Окей Кольцо Спринт У нас вот тут есть Такая вот кольцевая гонка Гонка на время Нам не нужна Дрэк тоже Дрифт нам не нужен Различные гонки тоже То есть единственные Которые нам нужны гонки Это свободная езда онлайн Нам тоже не нужна Дрэк нам не нужен Гонка на время Не нужна Потому что там нет соперников С заданием мафии Тоже не нужно И как вы можете видеть Кольцевая гонка У нас только одна Спринт Это другая гонка Там если не ошибаюсь У нас не будет соперников У нас написано Грязный заезд Если я не ошибаюсь Там просто на время Гоночное Подоберись до финиша На первой позиции А нет Не один Все Понятно Мы сейчас Выиграем Просто чекайте Как на изичах Надо выполнять Различные задания В любых гонках Они тупят И друг друга Толкают Жесткие вещи Но это ладно Все Кстати Я сейчас сам Словил бак И застрял в грязи Но это ладно Теперь когда у нас Тормоза работают На максимум Нам будет проще Ехать И оттормаживаться Главное В этих гонках Пользоваться Тормозами И вовремя Тормозить Также Теперь мы С вами Проезжаем Вот эту всю Скалистую местность Далее Едет вперед И у нас тут Вот такие вот Грязевые Ванны Так сказать Которые мы Так же смело Объезжаем Но на этой тачке Конечно же Не так уж легко Но почему я Именно ее выбрал Чтобы вам показать Насколько Легко Можно будет Проходить все гонки Используя Тормоза И трансмиссию Впереди Меня соперники Я специально Даю им фору Чтобы они Были впереди И дальше Мы будем просто Их обгонять С помощью того Что у нас Рабочая Трансмиссия И этот Рейндж Ровер Уже нам не помеха Франклер Спасибо тебе Дружище Но ты должен Поехать отдыхать И Эээ Вот это я понимаю Жулики Какие же они Жулики Разработчики Сделали активных Активных Гонщиков Симулятор автомобиля 2 Ну что то Вот Что то они Тупят Ой 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 Ну ладно Трансмиссия Просто Зарешала Большую часть Всего Скоростного Передвижения На этой гонке Теперь у нас Тут мостик Главное Тут не вылететь Далеко Баты Я думаю Вы уже не справились Представьте Если они тут Упадут Что тогда будет Окей Ладно Теперь мы тут Вниз едем Так Догоняет Рейнджер 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 Но все в порядке Мы как бы специально Это и делаем Чтобы он догнал Я как бы просто Реально их жду Каждых ботов Постоянно Дожидаюсь ботов Показать вам Как работает трансмиссия И прочие вещи В этих гонках И как можете увидеть Все получается Довольно таки легко И просто Главное Главное Ребята Это Трансмиссия Вы должны это запомнить И Знать Все Мы выиграли Получили 8000 Плюс несколько чертежей Кайф Просто кайф Вокруг горы Мы тут тоже Задачу Исполняли уже Там у нас Какая-то гонка На время Но гонки на время Они без Различных И людей И всякого такого Поэтому как вы видите Все на самом деле Довольно таки просто И легко Главное Захотеть Поэтому Ребят Я уверен что вам Должно было понравиться Я действительно постарался Кстати Уже скоро Летние каникулы Поэтому Поставьте лайк Вот на удачу себе Вот каждый Мой подписчик Кто поставил лайк На этот видос У того Отлично Закончится Последняя четверть Если вы Проигнорируете То Пинете сами на себя Не знаю что будет А так Если ты поставил лайк На удачу То у тебя будут Четкие оценки Все будет четко И в четверти И в годовых оценках Будут только Четкие оценки И родители будут Кайфовать И вы сами Поэтому ребята Всем спасибо За просмотр Буду ждать Ваших комментариев Пишите Комментариев Много Чем больше комментов Тем лучше Ну а с вами был Личи Топчанский Вы думали Кодовое слово Не будет в ролике Вы думали Кодовое слово Будет Не будет в ролике Или не думали Конечно будет Кодовое слово Будет Машина На горе Все кто Напишет слово Машина на горе Получит Комментарий Заброшенный Этих тачек Система наблюдения И нам нужно будет С этим справиться А также Нагрузил тачку Большим количеством Всяких примочек И всяких штучек Которые Положил там В тачку Ну ладно Не будем сейчас Палиться Мало ли Может тут тоже Камеры какие-то есть Короче все Погнали Так Все Одеваемся Все Максимально Черное И Все Пора ехать Какой-то чувак Крутится Че ему надо Че ему надо Этому чуваку Он случайно Не следит Со мной Ладно 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 Все Погнали 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 На это дело Уже У меня получена Метка на этот гараж Как видите Она уже стоит В моем GPS Поэтому нужно Аккуратно Спокойно Туда просто Поехать Просто поехать Просто доехать До этого гаража И все Главное Не привлекать Внимание И Не давать За собой Вести хвост Потому что Я вижу Что тут Полицейские Патрулируют район Это нам не надо Нам нужно Доехать до туда Без хвоста Абсолютно Без каких-либо проблем Без аварий Без шумихи Самое главное Тихо Спокойно И без Лишних Глаз Самое главное Без лишних Глаз Окей Уже остался Доехать километр Самое главное Это будет Отключить камеры Потому что Там Стоят Камеры Вокруг гаража Или на гараже Там стоит Если я не ошибаюсь Одна камера Вот нам нужно Будет ее отключить Камера Просто показывает Вход в гараж Нам нужно Не спалиться Словить Вот эту волну И Да Надо будет Все это сделать Все Надо это будет сделать Так Отличненько Осталось-то Совсем чудо Ехать Она находится За горой Этот гараж Так Тут надо ехать По дороге Все прямо 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 Потому что Если я поеду Через Траву Через что-то еще Это будет слишком Палевно Слишком Палевно А нам Не надо Никаких Глаз Никаких Претензий Чтобы не было К нашему вождению Или к чему-то еще Мы Обычные люди Мы просто едем кататься У меня в машине Нет ничего Секретного Сверх Секретного Тоже И Никаких Примочек Для взлома Тоже Ну Это только Я знаю А остальные Нет Все Так Мы поворачиваем Сюда Тут дорога Закончилась Ой А как это так Все Погнали 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 Тут никто не палит Все Отлично 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 Поехали Аккуратно Вот тут Вот Сюда Так Я понимаю Что нам Нужно будет Туда Именно И ехать Что же тут За дорога Что Главное Не разбить Сейчас все Примочки Которые там Лежат Это самое Главное Самое Главное Доехать До туда В целости И Вообще Чтоб все четко Было Так Телефон Не ловит Телефон Не ловит Надо Поближе Подъехать Так Давайте Отсюда Вот так Подъедем Вот так Вот так Вот так Вот так Давайте Давайте Главное Не попасть В окружение Этих камер Так Отлично Все Мы доехали Все Телефон Словил Отличненько Пора Пора Взломывать Гараж Так Отключаем Камеры Так Телефон Пока что Не нашел Ни одну Камеру Но Так Все Отлично Должна Отключиться Должна Отключиться Телефон 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 Всё отлично сработало, всё отлично сработало, надо быстрее прятать машину куда-нибудь под мост, потому что, чтобы я когда за ней приехал, она осталась беспалево, максимально беспалево. Так, отлично, 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 так, всё, тут тормозим, глушим мотор. Отлично, у меня очень мало времени, пока ночь, пока никто не спалил, что камеры отключены, нужно действовать, нужно действовать. Так, берём всё, что нужно, чик-чик, всё, отлично, всё, бежим-бежим-бежим-бежим-бежим, теперь надо попасть в этот гараж, теперь надо попасть в этот гараж, чтобы быстро всё сделать, пока камеры не работают. Вся система взлома сработала отлично, я не знаю через сколько это спалится, через сколько могут приехать копы, но нужно действовать максимально быстро, на что есть максимально силы, на то, чтобы всё это я сделал прямо сейчас. Так, отлично, 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 отлично. Теперь доступ к гаражу есть. Походу, походу, гараж должен сейчас подумать, что это я. Так, у меня ключ доступа есть, походу. Все, должно сработать. Все, отлично, теперь пора открывать. Так, отлично. Че, блин, я случайно еще заблокировал двери. Двери гаража. Вот это, вот это вот, да, вот это вот сейчас будет весело. Как я теперь попаду в гараж, если я еще и заблокировал двери? Отлично, тогда придется кое-что сейчас взять Так, так, отлично У меня есть кое-чем, я могу ее открыть 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 Да, есть, получилось Чё? Я не верю своим глазам Я не верю своим глазам, что у меня получилось пора я в шоке это это в шоке мои друзья хакеры просто мне не поверят что это произошло надо обязательно сейчас записать это на телефон им надо это будет показать вы не верили что у меня это получится взгляните взгляните какой я гараж только что взломал посмотрите что тут затачки посмотрите это все только что сделал я своим взломом гараж который был закрытый всегда я только что взломал и никто не узнает о том что это был я я просто гений все отлично сейчас в телеграмчик скину это видео своим друзьям кстати подпишитесь на мой телеграм-канал потому что там я уже выложил кое-что из хакерских дел поэтому если что я оставлю ссылочку в описании только никому не говорите договорились так все пора выбрать тачка тачку которую я сейчас отсюда заберу надо действовать быстро и я знаю что мне надо было взять bugatti но тут тут все тачки крутые и ладно надо взять эту машину надо будет взять сейчас эту машину так ладно у меня все получится мне все получится надо их его открыть сначала надо будет сначала и открыть но она закрытая естественно она закрытая но я надеюсь что техническая часть машины еще не настолько устарела чтобы я мог ее взломать Как бы мне, может быть, я фомкой подковырну этот спойлер, чтобы получить доступ к проводам. И отсюда, так, отлично, машину запустил. Машину запустил и, по идее, должен бензобак тоже открыться. Да, бензобак уже открывается. Теперь пора взломать машину и ее технический код. Так, так, быстрей, 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 быстрей. Да, 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 yes, yes, да, у меня получилось. И сигнализация не сработала. Насколько нужно быть мастером, чтобы это получилось? О-о, уже рассвет, уже рассвет, надо быстрее ехать. Поэтому давайте-ка я сейчас быстренько ее сфоткаю на память. И тогда уже поеду. Надо уже быстрее все это делать, просто быстрее. Так, отлично. Так, теперь нужно как-то сделать покрасивее фото. И отсюда. Так, чик, ех, прекрасно. Так, все, теперь отсюда надо валить быстрее, быстрее, быстрее. И желательно закрыть за собой гараж, чтобы никто не спалил. Да, потому что действительно могут спалить. Могут спалить. Или я надеюсь, гараж закроется сам по себе. Да, отлично, отлично. Йоу, посмотрите, у нее даже фары желтые. Че? Вот это я дал. Вот это я сделал жесткое. Максимально жесткое дело. Так, отлично. Теперь пора уезжать отсюда максимально быстро, чтобы никто не спалил. И так, тут дорога. И надо как-то быстренько заехать на дорогу. Да, а что странно. Многие могут заметить, что Бугатти вся заброшенная, вся такая вот жесткая, едет куда-то. Ну, а че? Я, может, просто машину неделю не мыл? Так, аккуратно. Главное, ее не врезать никуда. И просто, что за тачка? Как же она долго тут стояла. Даже фары желтые еще с тех времен. С тех времен. Я просто в шоке. Я просто максимально в шоке. Но зато я на Бугатти. И отлично. Теперь ее можно будет перепродать. И главное не попадаться копом. Главное не попадаться копом. И как-то потом поехать забрать свою тачку. Потому что это на самом деле просто жесть. Окей, надо въехать в гаражи, чтобы там снимать с нее все примочки. И она, чтобы стала полностью тачкой такой. Ну, которая не будет отслеживаться. Короче, весь бортовой компьютер придется максимально перебрать. И сделать так, чтобы никто и никогда не мог спалить, где она. Так, быстрее проходи, чувак. Я вообще-то спешу кое-куда. Думайте, что я тут что? Просто так ездию, что ли? Ё-моё, так. Светофоры? Ну, не сегодня. На красный я все-таки сам проеду. Так, отлично. И теперь сюда поворачиваем в гаражи. В гаражи. Так. Че ты тут гуляешь? Че ты тут гуляешь? Кто вы такие? Че вы тут делаете? Надо теперь только развернуться. Фух. Какой же я молодец. Какой же я молодец. Я все-таки это сделал. Я просто в шоке. Фух. Да, это было сложно. Но зато у меня максимально старое заброшенное Бугатти. Фух. Я это сделал. Я просто молодец. Я сделал максимально нужное и важное дело. Это было очень топово. Фух. Фух. Вот это Бугатти. Максимально круто. Я не верю, что это произошло. Поэтому, ребята, поставьте, пожалуйста, лайк на этот видос. Мне это будет действительно очень важно. И поддержка на этот канал очень сильно важна от вас. И это действительно будет круто. Если каждый из вас поставит по лайку на такой крутой видос. Ну, а я пойду отдохну. Но надо будет сначала ее загнать в какой-то гараж, который еще свободен. Фух. Очень была жесткая ночка. Вот же, блин, как только я решился поехать еще раз в тот самый гараж, копы стали кружить за мной. Да не только один. Тут целая колонна полицейских, которые просто повсюду следуют за мной. Как бы я не хотел поехать в гараж, они везде едут. Но, может, я постараюсь их обогнать сейчас. И, да, я немножечко нарушаю правила, но мне придется это сделать. Главное, сильно-то не спалиться. Сделать вид, что я еду в город. Сделать вид, что я как будто уезжаю туда. Чтобы они поехали в город, а сам я постеп... А нет, они опять следят. Они опять следят за мной. Окей, окей, окей. Ладно, 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 ладно. Все, мы проезжаем их. Так, проезжаем их. И теперь постепенно, постепенно, потихоньку мне надо валить. Все, валим в гараж. Это очень жестко, это очень рискованно. Я понимаю, но мне надо это сделать. Да, как вы помните, в прошлый раз я из того гаража украл Bugatti Veyron. Забытую, пыльную, ржавую, да. Но мы уже занимаемся тем, чтобы ее восстанавливать. Ищем покупателя. И пока что все идет в процессе. Но мне и мои друзья-хакеры сказали, что дорога, собственно говоря, сейчас до сих пор не охраняется. И гараж, в котором я взломал камеры, до сих пор не включили. То есть, владельцы гаража, те люди, которые уехали с острова, они до сих пор не знают о том, что их гараж взломали. Это до сих пор не спалили. Поэтому сейчас я, опять же, повторно отправляюсь туда, чтобы угнать еще одну тачку оттуда. Еще одну тачку угнать и забрать ее. Все сделать так же, как надо. Все четенько, все красиво, максимально сделать. И главное, 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 сделать это просто беспалево. Беспалевно и аккуратно. Ой-ой-ой, аккуратно, аккуратно. Да, тут дорога, конечно, не самая крутая. Для моего Альфарда она не особо подходит, но он справляется, потому что тачка надежная. Тает Альфард одна из моих любимых машин в этом сегменте микромаршруток и других тачек. Но это ладно. Сейчас мы должны подъехать. Выключаем фары и палим. Смотрим, 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 чтобы там никого не было. Так, вроде бы гараж пустой. Там сейчас нету никого. Мост тоже не охраняется на остров. Что это такое белое на дереве? Странно. Такое я ни разу еще не видел. Так, вроде никого нету. Все отлично. Мы можем подъезжать к гаражу, чтобы украсть еще тачки. Так, надеюсь, что все так же тихо и спокойно. Так. Хотя нет, зря я сделал, что сюда подъезжаю. Тачку надо оставить в том же месте, чтобы мои друзья ее забрали через 34 минуты. Все у нас подготовлено для того, чтобы я сейчас-то сделал максимально быстро и шустро. Так, забираем все вещи, которые нужны. Отличненько. И можем туда идти. Идти к гаражу уже довольно-таки подготовленными. И давайте сразу я уже в руку возьму фомку, чтобы мне было удобней. Удобнее было сразу же открыть этот гараж, потому что уже все взломано. И мне без проблем получится сейчас все это сделать. Единственное, что надо будет просто подковырнуть третью дверь. Третью дверь. Потому что на первой, как я понял, там может сработать какой-то датчик. Поэтому третья дверь. И из-за того, что там нет тачки, самая такая подходимая для этих манипуляций. Так, эх, эх. И давай, давай открывайся. Фух, 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 фух. Да. Отлично все получилось. Все просто получилось шикарно. Фух. Теперь пора убрать монтировку. Но какую тачку? Я могу только одну взять. Вот в чем проблема. Я не могу забрать все. Тут очень крутые спортивные тачки, которые просто забытые, запылились. То есть я действительно даже в каком-то плане помогу. Помогу этим машинам обрести вторую жизнь. Потому что в этом гараже они бы просто пылились. А я их восстановлю. Про них забыли. Это действительно, мне кажется, важное дело. Но какую тачку выбрать? Давайте-ка я спрошу у своих друзей и хакеров, кто мне помогает все это сделать. Ребят, быстрее. У меня очень мало времени. Короче, все. Я уже пробавился в гараж. Сейчас я уже стою. Помогите мне выбрать, какую тачку мне сейчас угнать. Тут осталось три машины. Я вот эту даже не знаю, как она называется. Что именно это за тачка. Но она прикольная. Потом тут идет погони вайра. Ее будет взломать легче всего. Потому что у нее старая система безопасности. Через задние решеточки вот эти я смогу просто взять и взломать, собственно говоря, проводку. И открыть тачку. То есть без проблем. Даже мне телефон особо не потребуется. И Бугатти Дива. Бугатти Дива, я считаю, что самая проблематичная будет. Потому что ее будет легче всего отследить. Быстрее. Я жду ваших кружочков или чего-нибудь. Реагируйте быстрее на это видео. Быстрее. Так, ну все, ребята ответили. Они тоже со мной согласны, что лучше всего это сделать сейчас погони вайра. Поэтому давайте сейчас тут приоткроем эту решеточку. Так, отлично. И надо подлезть туда. И добраться до, собственно говоря, тех проводков. Я их не вижу. Так, отлично. Я уже почти достал. Достал. Фух. Все получилось. Все получилось. Отлично. Теперь надо проверить через телефон. Надо через телефон проверить, чтобы точно дверь открылась. Открылась. Да. И системы. It's not working. Отлично. Все. It's not working. Ой-ой-ой. Как она быстро открылась. Аж ударила мне нечаянно. Фух. Отлично. 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 Так. Все. Она завелась. Она завелась. Все. Отличненько. Я теперь могу ехать. О. Да. Это максимально круто. Все. Погнали. Все. Погнали отсюда. Надо отписаться друзьям, что я ее уже украл. Парни. Все. Я уже забрал эту тачку. Я еду к нашим гаражам. Буду ждать встречи через полчаса. Срочно подключайтесь и забирайте тачку. Она находится за мостом. Сзади вон там за гаражами. Есть мост. Я там оставил автомобиль. Пока что копов нету. Слежки тоже. Поэтому мне надо быстренько доехать до гаража в целости и сохранности. Поэтому быстрее езжайте. Забирайте тачку. Мою координату я уже оставил. Остальные тачки в гараже не трогайте. Мы их заберем постепенно. Но не сегодня. Это важно, ребята. Да. Уже потихоньку я вижу. Начинает цветать. То есть уже на улице постепенно появляется рассвет. И нам нужно быстрее, быстрее, быстрее ехать в гараж. Ехать быстрее в гаражи. И прятать этот автомобиль. Пока нас не спалили. Но уже походу спалили. Или что такое. Я не помню. Там копы где-то крутятся. Это мне не нравится. Мне это максимально не нравится. Главное, чтобы они не поехали сюда. Пока я еду до гаража. Это самое сейчас важное. Поэтому все. Мы поставили тачку. И надеюсь, что можно будет уже отдыхать. Все быстренько глушим. Надо искать свободный гараж. И заниматься своими делами. Быстрее заниматься делами. Ждать, собственно говоря, своих друзей. И ехать. Ехать так. Ты чего тут делаешь? Странные люди. Все. Все. Буду ждать. Да. Я считаю, что сегодня была отличная прогулка по оффроуду. Мне на самом деле это понравилось больше, чем мы позавчера, когда ездили в гольф-клуб. Да. Ну, отличненько. Теперь пора поехать домой. Собственно говоря, отдыхать. Искупаться. Покушать что-нибудь. Я уже забыл, что у меня там осталось на ужин. Вроде бы пиццу или наггетсы. Что-то такое мы оставляли дома. Но это ладно. В принципе, тогда уже вечереет потихоньку. Поэтому нужно уже ехать домой, пока пробок нет. Да. Я как бы понимаю, что у меня у оффроуд тачка. Я бы мог напрямую поехать вот так вот через все. Не собственно говоря. Траву. Деревья. Но тут есть камеры в городе. И полиция. Я не хочу никаких проблем. Потому что это быстро все с камеры переносится в полицию. И потом вот эти вот какие-то штрафы. Что-то еще. Тем более, я слышал, что как-то будут ужесточать. Ужесточать какие-то различные вещи, связанные с нарушениями на дороге. В общем, да. Не особо-то мне этого хочется. Потому что мало ли что. Мало ли что может быть. А что это за штучка у меня на машине? Какие странные люди. Я вот не понимаю. То ли это как будто. Как мне это открепить? Так. Пытаюсь открепить. Сильно вот прям. Отдирать. Нет. Что-то оно не отрывается. Довольно-таки странно. Ну ладно. Тогда поедем домой. И дома я уже в гараже разберусь. Возьму какой-нибудь элемент. У меня есть в гараже много различных запчастей. Может чем-нибудь я смогу все-таки взять и оторвать. Либо это что за какой-то как будто на жучок отслеживания. Но кто будет за мной следить. Тем более я давным-давно уже не нарушаю. Уже два месяца подряд я перестал собственно говоря как-либо нарушать право ПДД. У меня нет проблем с полицией. Да, я помню, что собственно говоря было много штрафов. Что собственно говоря полиция была очень злая на это все. Но я аж не думаю, что это может дойти до того, чтобы ко мне в мой особняк кто-то приехал. Да не, бред. Это я уже загоняюсь. И это какие-то мои предрассудки или что-то подобное. Нет. Такого быть не может. Не может быть такого. Поэтому нужно просто ехать, отдыхать, спать и наслаждаться жизнью просто. Жизнь крутая, жизнь четкая. Поэтому да. Эх, уже хочется на этом корабле покататься. Когда же уже его запустят в плавание. Я вот прям хочу первой в очереди прям быть. Я готов уже на оплату поставить собственно говоря чеки и всякое такое. Ну ладно, все, поотдохнули, поехали домой. Тут собственно говоря я уже могу, буду где-то поворачивать в принципе. Вот либо можно через этот дом заехать, либо через слева. Ну окей. Через слева, так значит через слева уже будет. Тут у нас автосалончик уже будет закрываться скоро. Да, пора ему закрываться. Уже не особо актуальны эти тачки, которые там есть. Что, что, что происходит? Либо я что-то не знаю. Пора спать, пора спать. Да, что-то мне уже мерещатся какие-то непонятные странные вещи с игрой. Ой, что, что с этими людьми? Они понимают, что они ездят неправильно и вообще не умеют собственно говоря ездить. Ну ладно, это не важно. Важно только то, что то, что я сейчас поеду домой. И я буду заниматься своей тачкой уже непосредственно дома. Надо будет откреплять то, что оно поприлеплялось ко мне. Как по мне это все странное. Все, домик, дом, 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 дом. Все, пора заезжать. И будем дома заниматься своими делами. Хотя нет, я не хочу через этот вход заезжать. Лучше, чем через этот. Этот, собственно говоря, поприкольнее. Я его специально сделал для того, чтобы тут вот так вот заезжать. И вот так вот по кайфу будем смотреть, что тут вообще с машиной-то связано. Эх, а вот сиденья-то я не умрал походу эту штучку. Чего? Что? Я ничего не понял. Что оно начало происходить? Но, но, возле моего дома... Что? Эй! Ты вы откуда? Я вообще не понял, как это произошло. Но меня просто, просто в мой гараж въехали. Копы, как мне теперь свалить? Как мне свалить отсюда? Вот это я в ловушке. Я просто в ловушке. Я попал прямо в моем доме. Заехали копы. И теперь они меня еще тут таранят. Таранят же в моем доме. Чего? Как мне? Как мне? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ в ловушке. И как мне выехать? Стоп! Стоп, 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 стоп! Вам сюда нельзя. Вам сюда нельзя. Это действительно странная ситуация, потому что сейчас я же в своём доме окружённый полицейскими. И их вокруг всего дома очень-очень много. Пока что я ещё не придумал, как именно мне с ними справиться. Но нужно что-то придумать. Нужно как-то действовать. Они заблокировали мою тачку. Не поверю, если этого синего жучка... Синий жучок просто заблокировал мою машину. Вот этот вот жучок... Эх, я в ловушке. Так, ну надо подумать, как мне выбраться. Тут уже молятся и ещё парочку ударов и мои стеклянные бронированные окна. Они просто разобьются. Справа от меня есть полицейский, но если я его как-то обманул, то я смогу выбраться туда, в гаражу. И таким образом уехать отсюда. Но, так как полицейских вокруг моего дома, наверное, штук пятнадцать, это будет сделать прям максимально сложно. Но окей, ладно. Мне нужно справиться. Мне нужно с этим справиться. Надо заставить полицейского поехать в правую сторону. Вот сюда. Вот в эту сторону. Чтобы он ударялся именно в неё. после чего мне надо как-то будет сейчас заманить его в эту ловушку. И хотя очень маленькие шансы того, что это получится сделать прям чётко. Так, он сейчас ещё может заехать сюда, если траектория будет правильная. Но, окей. Ладно, ладно, ладно. Надо отсюда как-то выезжать. да, копов слишком много по всему дому. Особенно в моём дворе, в который они уже заехали. И это, на самом деле, просто жесть. Так, ладно. Надо стараться выбраться. Окей. Сейчас, когда он ударится, я должен буду выехать. Выехать. Всё. Выезжаем, 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 выезжаем отсюда. Так, пока что... Нет, мой план провалился. Мой план провалился. План плохой, плохой, плохой план, плохой план. Плохой план. Не, 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 нет. Пока что это не работает Но это сейчас может вообще просто Вообще не сработать Мне нужно придумывать другой план Нет, 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 нет Они меня уже атаковывают Он застал меня врасплох И не дает мне объехать Я раньше не замечал этого в симулятор Автомобиля 2 Хотя действительно это было Прямо на поверхности И можно было увидеть Даже невооруженным глазом Но мы этого не замечали И я уверен что ты тоже Всем привет дорогие друзья С вами Личи И сегодня мы продолжаем с вами играть В нашу любимую и замечательную Игру симулятор Автомобиля номер 2 Ну а перед тем как мы начнем Я конечно же хотел показать комментарии Ребят из прошлого видеоролика Если ты тоже захочешь Попасть в следующий крутой видос Как эти крутые ребята Нужно всего лишь подписаться на канал Поставить лайк этому ролику И написать просто любой комментарий И тогда ты обязательно попадешь В мое новое следующее видео Чтобы удостовериться в том Что вы об этом не знали Мы должны с вами проехать В гараж В автосервис Жорика И обязательно пишите в комментариях Замечали ли вы это то что я покажу На самом деле все очень легко Нам нужно просто первым делом Доехать до туда И пока мы едем Хочу собственно говоря Провести это время С тем чтобы попросить вас поставить лайк Потому что это действительно очень важно Для подвижения ролика И для того чтобы О моем канале узнали новые зрители Поэтому действительно Дружище не поскупись Поставь лайк И все будет круто Потому что на самом деле Многие подумают А выклянчивает лайки Но они на самом деле очень нужны И важны А я вам буду показывать Действительно Такую очень неприметную штуку Но на самом деле Довольно таки Забавную Интересную Я до этого не додумывался Короче Нужно зайти В автомастерскую У Жорика Как вы знаете На карте она находится В единственном месте И повторимом Ну короче Старые игроки Новые Знают это Далее дорогие друзья Теперь обратите внимание На то что у нас есть В нижней части экрана У нас расположены Технические И внешние части автомобиля Которые мы можем улучшить Тут у нас прокачка тачки Изменение колес Ну точнее дисков Далее Амортизация машины То есть выше-ниже Далее Вылет колес Ну точнее Разворот колес Как они могут выглядеть Очень давно это было добавлено Потом ламба двери Старабоскопы Вылет колес И автобоксы Но сейчас речь пойдет О номерах Я действительно Не просто так пропустил Собственно говоря Этот фактор Когда сейчас все перечислял Потому что именно на этом У нас и пойдет акцент Ничего Не замечаете Вообще Точно Ничего такого странного Не замечаете Да это не странно Это со стороны Выглядит совсем не странно Но давайте я Увеличу этот значочек И мы на него Посмотрим Что вы тут видите Это действительно номера Из игры Симулятор автомобиля 2 То есть тут Ну вот эта вот Плашечка Она у нас в игре Синяя Ну а тут она изображена Такая Черно-белая Это понятно Это специальная стилистика Такая у игры Далее Тут у нас номера XX 00 XX В одном из последних роликов Я Постарался Повторить такие же номера Но прикол в том Что то что Разработчики сюда добавили Такие номера Поставить себе Невозможно Хотите Проверьте Но XX000XX Номера Такие Никто Никогда Поставить не сможет Давайте Продемонстрирую Это То есть Сейчас Мы с вами Постараемся Поменять эти номера Что же у нас выйдет Получится ли у нас Их 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 XX000XX Давайте проверим То есть Мы Сейчас Берем И Постараемся Добавить такие номера Пишем XX Совершаем пробел 000 Пробел XX И то есть Уже Мы Номера эти Не можем поставить Так как Просто Не хватает места Да Конечно Многие могут сказать Убери пробелы И Тогда Все получится Да Таким образом Конечно Получится Но мы не повторим Номера Те которые есть Потому что Это уже Идет Слитный номер И непонятно Что тогда написано Напомню Что на тех номерах Все таки Было нарисовано И видно Что между Собственно говоря Между Ребята Между буквами И цифрами Есть Значительные Пробелы То есть Пробел Считается Все таки За допустимое Место Но У нас В игре Такого сделать Не получится Не получится Повторить В точь-в-точь Потому что Игра просто Не даст Возможности Это добавить И опять же Я повторяюсь Это невозможно Сделать Потому что Х Пробел Пробел Ноль 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 Икс Икс Не получается Добавить На самом деле Это очень грустно Это очень печально Мы конечно же Можем сделать Вот так Но Что тогда Получится Да Типа Что-то Ну Типа Мы это сделали Типа Это есть Но Ребята Посмотрите Это совсем Не то И Действительно Очень интересный факт Почему так Разработчики Неужели Они Поскупились На один пробел Чтоб Хотя бы Повторить Вот эти Вот номера Икс Икс Ноль 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 Икс Икс Не знаю Короче Докопался До игры Буду ждать Ваши комментарии Это действительно Было Довольно таки Интересно Не успел я Сделать Обзор На предыдущую Обнову Как сразу же Вышел Еще один Новенький Бета-тест В симулятор Автомобиля 2 Новая версия И что в ней У нас будет Не знаю Давайте нажмем На кнопочку Загрузить И будем проверять Что у нас Нового Появится В бета-тесте Мне на самом деле Очень интересно Поэтому 150 мегабайт Загружается Как видите Будем проверять Мне очень интересно Что же они могли Добавить Буквально Совсем Пару часов назад Это Вот у меня На часах Сейчас 12 часов ночи Но я для вас Делаю ролик Потому что я знаю Как это действительно Важно Для моих подписчиков И вообще Для всех любителей Симулятора Автомобиля 2 Поэтому Заваривайте себе Чаек Берите чай Кофе Чипенюшки И садитесь Смотреть Новый обзор На бета-тест Что там у нас Появится в игре Приятного просмотра И вначале Небольшая рекламка Посмотрите ее Пожалуйста Бесит реклама Нет сил терпеть Да Это жестко Как минимум Я на это надеюсь И Прям вот Сильно Действительно Это хочу Я Очень хочу Этого Потому что Я чувствую Должны быть Какие-то Изменения В игре Хотя бы Самые малейшие Что-нибудь Обновление 1.50.32 Но уже Без точки Потому что Конец Написано В этом обновлении Фоторежим И чё А чё это внизу Написано Карнейм Короче Карнейм Чё-то Карнейм Ой-ой-ой-ой-ой-ой Походу Это новое Багнутое обновление С некоторым Количеством Багов И чего-то еще Блин А почему так Это получается Хм Довольно Странно Но Давайте Смотреть дальше Надеюсь В игре Ничего не будет Нам Ломаться И мешать Или чё-то еще Тогда давайте Выберем тачку Более подходящую Для таких Дел К примеру Вот такую Вот Погони Уайра Давайте проверять Чё там обновили Может Пофиксили Чё-то Будем надеяться Что всё-таки Траву Нам пофиксили И сделали Обнову Лучше 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 Давайте проверять Ой-ой-ой-ой Нет Лаги встречают Нас Лаги встречают Нас И мы летим Быстрее Проверять О нет Проверил Баги Да Собственно говоря Быстренько Проверил Баги Ну бывает Такое Что происходит С игрой Я только Скачал Обновление А тут Просто Асфальт Покрывается Зеленью И трава Теперь Растёт Уже Прям На дорогах Эм Да Действительно Это смотрится Странно И я не знаю Как разработчики Это допустили Но Увы Это Не должно Быть так Как по мне С фоторежимом Быть связано Но всё-таки Как видите Проблемы Остаются На месте И Увы Походу Разработчики Ничего не смогут Сделать И Фоторежим Это Самая Проблемная Штука Которая Может быть Связанная С игрой Потому что Теперь у нас Везде Ломается Асфальт О нет Этот город Походу Просто Атакует Это Зелёные Штукенцы И Да Походу Что-то делать Нужно Разработчикам Срочно Потому что С игрой Есть Действительно Проблемы Окей Ну ладно Но возможно Это не так важно Давайте проверим Ещё что-нибудь Потому что Возможно Всё-таки Игру Улучшили И добавили Какие-то Штукенцы Возможно Нам поменяли Настройки Давайте взглядим Тут Ну То же самое Окей Ну ладно Давайте Вот тут Так Ну тут Тоже Всё то же самое Ладно Может быть тут Нет Нет То есть Короче Тут Вообще Ничего Нет Нового То есть Я не пойму Возможно Разработчики Опять заливают Какую-то Ой-ой-ой-ой Часть Какого-то Нового города Да Игра лагает Да Игра Держится Но У меня Есть предположение Что всё-таки Все эти Обновления Которые Получаются Вот мы Скачиваем Они Портят Игру Но Они Возможно Нам Добавляют Новую Карту Поэтому Ребят На разработчиков Не обижайтесь Потому что Скорее всего Они загружают Таким образом Новую карту Которую я показывал В прошлых роликах И Скоро Мы уже Получим Бета-тестик И оценим Новый город Прям вот с кайфом С большим Поэтому я надеюсь Очень что так Именно и будет Поэтому На разработчиков Не обижайтесь Ну а также Хочу сказать Огромное спасибо Своему подписчику Илье Дмитриенко Который Всегда Помогает Мне Усмотреть Когда Выходит Обнову Потому что Бывает Такое Что я Собственно Гляд В школе Или я Занят Он Постоянно Чекает Плеймаркет И помогает Мне Увидеть Обнову Поэтому Ему Большое Спасибо За Это Поэтому Ребята На самом Деле Это Просто Жесть А че Так Можно Было Что Ли Эй Вот Стоп 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 Вот Ты Зашел Сейчас Посмотреть Ролик Дружище Вот Просто Сейчас Остановись На секунду И В эту же Секунду Поставь Лайк На Ролик Мне Действительно Очень Важно Это Я Заметил Что Многие Стали Смотреть Ролики Но Не Ставить Лайки Поэтому Ребята Пускай Этот Ролик Вы Не Будете Пропускать По Лайкам Поддержите Меня Мне Действительно Это Важно Потому Что Ваши Лайки Очень Сильно Помогают Каналу Я Уверен Что Вам Не Сложно А Мне Очень Приятно Всего Лишь Один Лайк Для Вас Он Ничего Не Значит А Мне Очень Сильно Поэтому Поставь Лайк Дружище И Мы Будем Начинать Всем Привет Дорогие Друзья Кто Нибудь Задумывался О том Что В игре Есть Некоторые Моменты Которые Прям Задают Очень Много Вопросов Почему Как И Зачем И В общем Совсем Недавно Я задумывался О том Что В игре Есть Действительно Нелогичные Вещи К примеру На этом Даже Пикапе Почему Вот тут Настолько Странно Изображен Задний Стоп Сигнал Напишите В комментариях Как вы Думаете Почему Он Отзеркаливает Друг Друг Хотя Он Должен Левая Часть Должна Отличаться От Правой Но Это С другой Стороны Ладно Это Я Немножечко Придираюсь Но Мне Будет Интересно Послушать Ваше Мнение Самые Интересные Комментарии Я Добавлю В следующий Ролик Да Действительно Потому что Я читаю Комментарии И люблю Взаимодействовать С своими Подписчиками Особенно Люблю Когда вы Мне пишете Во Вконтакте И я Стараюсь С вами Общаться В общем Но в этом Не суть Есть еще Парочку Таких Ну я бы сказал Не то чтобы Нелогичных Вещей В игре А очень Нелогичных Вещей Потому что Меня парочка Таких Моментов Немножечко Немножечко Смущает Давайте Рассмотрим Некоторую Вещь Вот к примеру Вы едете По дороге Карс Симулятор 2 В городе Вы недавно Зашли в игру Вы совсем Не знаете Что тут Как там И что то еще Каждый город Прорабатывают А вот отсюда Вы видите Что выехала Тачка Только что Запомнили Красная Гранта Отсюда выехала Вы когда нибудь Видели Чтобы сюда Заезжала Наоборот Тачка Я думаю Что Вряд ли Потому что Сколько я не наблюдал Ни одна тачка Отсюда Ну Особо так то Не выезжает Но Для чего Собственно говоря Вот тут Высечено Вот это Вот Песок Посмотрите Какой у него Дизайн Ну точнее Какая проекция Песка В данном месте Вы видите Что она Имеет Какую то форму Треугольника Но Многие могут сказать Ладно Личи Ты тоже выдумал Всякое такое Но ребята Что вы думаете О том Что в игре Есть некоторые дороги Которые просто Заканчиваются Посредине То есть Ты едешь А дорога Просто заканчивается Там какой то Непонятный Стопинг И все Ты ничего Не понимаешь Для чего тогда Эта дорога Была сделана И Че она тут Вообще делает Таких Дорог в игре Есть много И У меня Прям даже Честно говоря На все Не хватит ролика Чтобы показать Каждый Фрагмент Нелогичности В игре Хотя их действительно Много И обсуждать их Можно часами Честно говоря И часами И чем то еще Но есть некоторые Которые действительно Странно смотрятся Вы могли увидеть На картинке ролика Или вот даже Вот тут То есть ты вот Заезжаешь сюда Вот так вот На машине А вот тут Дорога заканчивается Почему Зачем А че так Можно было что ли Получается Какой то Стопинг Но Правильный ответ Конечно будет тем Что тут Разработчики Добавили испытания Да Окей Это еще Как то Можно На это сойти Кто сразу же Решил написать В комментариях Что здесь Начинается Испытание Оффроуда Красавчики Вы Ответили правильно Вы крутые чуваки И вы Действительно Знаете Симулятор автомобиля 2 Я очень рад Что кто то Если это Понял Ну Пойдемте дальше В игре На этом не заканчивается Некоторые дороги Реально заканчиваются Очень тупо И довольно таки Странно Как вы поняли На этой части дороги Мы не закончили Мы на этом не закончили Далее К примеру Давайте проедем Еще в другое место Вы можете сказать Что да Личие Там испытание Что то еще Но Что вы мне скажете На это Вот ты едешь По дороге Что Вот почему Именно в этом месте Дорога заканчивается Куда она шла Зачем ее До сюда Доделали Или разработчикам Была лень Или что то еще Но почему Она так странно Заканчивается Просто В этом Странном Месте Кто нибудь Ответит мне На вот этот вопрос Вы можете Создать этот вопрос Разработчикам Где нибудь На трансляции Или Пообщаться с ними В какой то более Такой Узкой форме Чтобы они могли Ответить на вопрос Почему Сделали Типа мостик Какое то Движение Вот такое Объективное А дальше что Что Вот это дальше Что подразумевается Над вот этой Пустырной Какой то дорогой И к чему Она ведет Вот на это Я ответ Не могу найти Я специально Делал такую Подводку Ролика Давал более легкие Какие то нелогичности И сейчас мы пришли К самой Странной Которая есть в игре Почему Вот эта Локация существует И Почему Дорога не доделана Что тут предназначалось Ну ладно бы Она была просто Не доделана Но так Она же доделана То есть Ее просто Вот напросто Вот так завершили Двойная сплошная Идет до суда То есть Если ты вот тут Прерыв Ну Прервешь Двойную сплошную То будет штраф Хотя А как здесь Развернуться То есть Это нелогично Это максимально Нелогично Как тут развернуться Что это такое Вообще И для чего Она создана Вот сколько играл Я такой Ну ладно Ладно А сейчас А сейчас Остановился Думаю Че Зачем Это вы вообще Добавили в игру Что оно тут делает Странно Очень странно Я ничего не понимаю Но действительно Очень интересно Поэтому Я считаю Что многие из вас Могут написать В комментариях Почему так И самый крутой Комментарий Я обязательно Прочту Посмотрю И возможно Даже добавлю в ролик Но мне действительно Это интересно И вам тоже Почему Дорога тут заканчивается Может быть Тут что-то должны построить И Этому ролику Нужна еще одно Продолжение Возможно Мы сделаем продолжение Потому что Это действительно Максимально странно И непонятно Что тут хочется Хотят сделать разработчики Возможно Тут появится Какой-то дом Или что-то еще Но Помыслить на эту тему Я считаю Можно Но Нужно ли Это уже другой вопрос Продолжение следует